Итак, инфляция достигла высот, которых не видело несколько поколений. Так что будет делать Джо Байден? Он собирается напечатать еще больше денег и отправить их в правительство Украины. Сегодня я объявляю о выделении еще 800 миллионов долларов на дальнейшее усиление способности Украины воевать на востоке в Донбассе. Эта помощь включает в себя тяжелое артиллерийское вооружение, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также дополнительные тактические беспилотники. Иногда ты будешь говорить тихо и носить с собой джавелин. Ведь мы послали много джавелинов на эту войну. Ой, избавьте нас от этой черчиллевской чепухи. Мы посылаем не только оружие. Министр финансов объявил, что мы направляем еще 500 миллионов на выплату зарплаты украинским чиновникам. Разве наше правительство должно это делать? Но что происходит с этим оружием, которое мы отправляем в Украину? Ну, по словам CNN, мы не знаем. Цитата. У США есть всего несколько способов отслеживать пересылаемое оружие, так что фактически оружие исчезает и очень быстро. Первые партии этой новой, более мощной военной помощи для Украины начали прибывать в регион в минувшие выходные. Но уже есть опасения, что вскоре может потребоваться больше. Официальные лица США заявили, что растет беспокойство по поводу запасов боеприпасов у украинцев, поскольку ожидается, что в ближайшие дни на востоке Украины начнутся тяжелые наземные бои. Эта новая помощь в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов включает в себя 18 гаубиц и 140 тысяч артиллерийских снарядов. Но наш источник сообщил, что они могут быть использованы всего за несколько дней. Пентагон пытается решить, как быстрее вооружить украинцев. Итак, они заставили вас подчиниться нравоучениями, в то время как Белый дом только за последнюю неделю направил на Украину более миллиарда долларов. А сегодня, напомню, министр финансов объявил, что полмиллиарда пойдет на зарплату госслужащим Украины. Разве мы не должны сначала провести аудит финансов Зеленского? О, заткнись, это российская дезинформация. Полковник Дуг МакГрегор, бывший старший советник министра обороны, он присоединился к нам сегодня вечером. Дуг, большое спасибо, что пришел. Ты часто видел такое в прошлом. Не беспокоит ли тебя, что оружие, отправляемое в зону боевых действий, может оказаться не в тех руках? Что ж, я думаю, что некоторая озабоченность есть, но ее недостаточно, чтобы остановить утечку материальных средств в Украине. В прошлом у нас были ужасные проблемы с подсчетом того, куда идут оружие и боеприпасы. Это случилось в Юго-Восточной Азии, повторилось в Ираке и Афганистане. И я думаю, что мы можем с некоторой уверенностью сказать, что многие из этих видов оружия окажутся в руках людей, у которых мы, скорее всего, никогда не хотели бы их видеть. Но это еще не все. Если вы слышали, что сказал сегодня президент Байден, он считает, что любое из этих действий что-то изменит, но это не так. То, что происходит прямо сейчас на Донбассе, это окончательное уничтожение того, что осталось от лучших сил Украины в юго-восточной части страны. Этого никак не исправить. Помните, расстояние от Польши до фронта примерно такое же, как расстояние между Сент-Луисом и Нью-Йорком. У них нет инфраструктуры для обучения людей, у них нет инфраструктуры для хранения оборудования, а ведь оборудование нужно перемещать. Боюсь, единственное, что мы делаем, это нагнетаем напряженность в отношениях с Россией и превращаем западную Украину в мишень для российских ракет, снарядов и авиаударов. Все это ужасно для стольких людей, особенно для мирных жителей Украины, оказавшихся в эпицентре событий. Делаем ли мы их жизнь лучше? Мне кажется, что мы боремся до последнего украинца. Но так оно и есть. И дело в том, что я действительно думаю, что президент и его советники верят, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве, а этого не произойдет. И если не будет урегулирования путем переговоров, западная Украина просто станет полигоном. В любой момент, когда Россия увидит какие-либо признаки появления значительной военной техники, она уничтожит ее на расстоянии. Потому что русские никогда не были заинтересованы в форсировании Днепра. Они всегда были заинтересованы в уничтожении украинских сил. И эта работа почти завершена. Поэтому я думаю, что печальная правда в том, что это конфликт, в который мы посылаем большое число украинцев умирать без какой-либо реальной надежды на достижение чего-либо важного для них. Боже, это так удручает. Особенно после того, как вы все это описали. Полковник Дуглас Макгрегор, спасибо, что были сегодня с нами. Субтитры сделал DimaTorzok